Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое, вообще не запланированное видео. Сегодня я хотел сделать себе выходной, потому что весь июль трудился в поте лица. Но тут внезапно узнал кое-что очень важное, особенно для жителей России. Forbes сообщает, что Центробанк готовится полностью отменить торговлю долларом и евро. Центробанк собирается отменить торги долларом на бирже и обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро. Такие меры разрабатываются на случай, если в список санкций включат Национальный клиринговый центр и Мосбиржу. При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у Центробанка на случай ограничения обращения валюты, окажется полностью бесполезным, пишет Forbes. Простыми словами, Центробанк РФ готовится к тому, что будут введены санкции против Мосбиржи и НКЦ. В случае, если они будут введены, торги рубля к доллару и евро могут привести к огромному коллапсу курсов. После заморозки торгов доллара и евро на бирже, их курс будут определять крупнейшие банки России. Другими словами, нарисуем курс, какой захотим. Кстати, официально уже известно о том, что торги японской и иеной будут приостановлены 8 августа. Кажется, власти уже тестируют и проверяют реакцию общества на такие действия сначала на японской иене. И нужно уточнить, что иена далеко не самая маленькая валюта в мире, так что эксперимент уже достаточно масштабный. Санкции против НКЦ. Это блокировка около 50 миллиардов долларов. Добавим сюда еще 300 миллиардов долларов заблокированных золотовалютных резервов России, и получится уже внушительная сумма. Что такое национальный клиринговый центр или же НКЦ? Он входит в структуру Мосбиржи, и его основная функция – осуществление расчетов, в том числе и в иностранных валютах. От него зависит функционирование фондового, срочного и валютного рынков. По сути, это посредник и гарант во всех сделках купли и продажи. То есть, если кто-то продает валюту, то сначала эту валюту приобретает НКЦ, а потом продает ее конечному покупателю. Если Штаты действительно ведут санкции в отношении национального клирингового центра, то он уже не сможет проводить такие расчеты. И есть серьезные опасения, что это вообще сделает невозможным использование доллара в российской внешней торговле. Заблокирует НКЦ или нет – вопрос спорный, ведь Америке и самой это невыгодно. Однако мы видим тенденцию, начиная от японской иены и заканчивая долларом с евро, что Центробанк активно готовится к блокировке доллара и евро. И, скорее всего, будет очень мотивировать население срочно избавляться и от евро, и от доллара, как от очень токсичных и рискованных валют. Это, кстати, видно из поведения брокеров. Брокеры уже начинают вводить комиссию за хранение долларов на брокерском счету. Это еще один рычаг, как правительство пытается заставить население избавляться от доллара. И, кажется, мы идем к тому, что наличный доллар можно будет найти только из-под полы, если ты понимаешь, о чем я. Прямо Советский Союз какой-нибудь. Завтра я сниму видео о том, что делать с долларом и евро, если ты живешь в России и других странах. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишись и нажми на колокольчик. Сегодня же я просто хотел предупредить тебя, чего мы можем ожидать в августе. Возможно, эта информация как-нибудь тебе поможет. А меня зовут Богатейший Ди. Мы не прощаемся. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok